Субтитры делал DimaTorzok 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 скручивать, заломать мне руки, после чего стали дышить, наносить удары в разной части тела, потом заколкали меня в машину и везли в Первомайский РОВД. Там меня продержали около 6 часов, возили меня в наркологический центр на проверку наличия алкоголя в крови, потом привезли обратно в Первомайский РОВД. Все это время я был босиком, обувь они у меня отобрали, телефон отобрали, не разрешали ни звонить, ни пить воды. А что особенного было в поведении сотрудников ДПС, почему именно вы решили их снять? Получается, они нарушали правила дорожного движения, при этом вынуждали других водителей нарушать правила дорожного движения, и останавливались прямо на остановке для общественного транспорта. Вот мы разговаривали с прислужбой ГОВД, нам там сообщили, что вас задержали за то, что вы снимали автоматчика, то есть сотрудника ДПС с автоматом. На тот момент, когда я подошел к служебной автомашине, я видел только сотрудника ДПС, который сидел на переднем пассажирском сидении, то есть я снимал только непосредственно его, я обращался только к нему. После того, как я обратился к нему, из машины вышли трое сотрудников, один из них был с автоматом, насколько я помню. Быть может, когда я разговаривал с ними, он и попал в объектив, но намеренно я его не снимал. Что произошло, когда вас отвезли в УВД? Что там происходило? Там меня заставили написать объяснительную на кыргызском языке, хотя я плохо владею кыргызскому. Ну, не так, чтобы писать на нем объяснительную. Объяснительная была написана под их диктовку полностью, от первого слова до последнего. Также они, собственно, ручно подписали объяснительную. После того, как увидели мою роспись, когда я поставил ее под перечнем изъятых у меня вещей, то есть они также подделали мою роспись и поставили ее объяснительную. Расскажите, на месте, когда это случилось, когда вы их снимали на Ахунбаево Мира, и потом уже в УВД, сотрудники милиции, сотрудники ДПС, они вас избивали? Да, они избивали меня, получается, по дороге с перомаски РУВД. А внутри уже, когда они меня избивали, они били тыльными частями полага, то есть потуло, чтобы не оставалось синяков, и душили меня. Время от времени я терял сознание. Сейчас вы прошли судебно-медицинскую экспертизу, как я понимаю, да? Что вам сказал врач? Врач сказал, что следователь сам забирал результаты экспертизы, то есть мне они не предоставили никаких результатов. Ну, вас осмотрели, записали. Да, госпитализация отказалась. А она была возможна госпитализация? Да, я осмотрела. Можете показать? Вот это, когда, получается, они меня пытались посадить в машину. При этом я не сопротивлялся, поэтому потом, как это было вообще даже невозможно, даже при желании. У меня в руках камера была. Это синяк, да? Да, это когда я защищался от их ударов. Вот на второй руке, тут два синяка. А что вот с... Сзади вот гематомы. Остальные по золотам не видно. Вот эту видно с левой стороны. Вы не можете поворачивать голову, как я понимаю, да? Да, голову вообще не могу двигать. А почему вам врачи как-то объяснили это? Почему? Ну, сказали, чтобы я обратился по месту жительства врачу. Относительно этого. Ваши дальнейшие действия, вы будете бороться за то, что вы наказали тех? Как и всегда, я буду бороться за справедливость. Будете до конца. Светлана.